Пойду ещё продам мечей, потому что у нас мечей много. Спасибо, Юра, я начал видос, если что. Ау, юбриси, пожалуйста. А перед началом видео, подгон от подписчика. Давай, скидывай. Да-да-да. Всё. Спасибо за два тотема. Может быть, в этом видео я их раздам. Кто знает. Ну, а мы приходим к видео. Всё, поехали. Так, подгончик номер два, мы тэпнули с Робертом к кому-то челику. Он хочет дать нам, мне, подгон. Роберт будет просто стоять, следить за тем, чтобы он меня не убил. Всё, давай. Интересно, что там внутри? Нерушилка! А-а-а! Блин, у нас был сон. Ладно, всем привет, с вами Миша Баггер и... Роберт. Лейтон. Заел. И в этом видео мы будем задавать вопросы рандомным челикам, которые будут тэпаться на наш варп, и мы будем давать им за это призы. Вот, давайте тэпнемся на варп гвард. Это мой варп, кстати, тэпайтесь на него обязательно. Мы вас в сети мы ждём. Вот. А пока что мы построили... Такую вот... Миша, 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 у тебя там челик на элитрах прилетел над твоей ходой. А, да, ну ладно, мы отопались уже. Вот, мы построили столько вот сундучков, в каждом сундуке есть лут, например, вот, чарка, эльфийка, за четвёрка, вот, пожирающая руна, здесь пустой сундук. Миша, по-действию, сундук вторых. Чё? Меч. Меча, старта 6, нормально, короче. И два челика будут, мы позовем их в дискорд, они будут отвечать на вопросы, и кто первый ответит быстрее, тот и... То появится право открыть любой рандомный сундук из 20. То есть, кто быстрее ответит за 10 секунд, типа у них будет 10 секунд на ответ. Кто правильнее и быстрее ответит, тот, в принципе, и получит любой рандомный сундук, вот, всякий лут есть. Ну, а мы пошли звать челиков на варп, и идти с ними в дискорд. Продолжу запись, когда всё уже подготовлю. Legend Z Decimation это уникальный Майнкрафт-сервер по тематике Daze. Главная цель это выжить в мире зомби-апокалипсиса, добывая броню и оружие, убивая других игроков. На сервере есть клановые системы, одна из них клановые базы, которые можно захватывать, а потом укреплять различными барьерами. На захваченных территориях можно ставить контейнеры для вещей, костры и другой декор. Убивая зомби, вы будете получать игровую валюту, лозы, за которые вы можете купить дом, в который можно складывать вещи и даже жить в нём. Размеры карты составляют 2000 на 2000 блоков, чего вполне достаточно, чтобы проникнуться атмосферой зомби-апокалипсиса. На сервере Legend Z почти каждый день проводятся различные ивенты. Ссылка на сервер и инструкцию, как зайти на него, будет в описании. А ещё до 20 марта на сервере Legend Z проводится розыгрыш привилегий за 500 рублей. Условия максимально простые. Поставить эмодзи, иметь трёх друзей на дискорд-сервере и просто играть на Legend Z. Желаю всем удачи, ссылочка будет в описании. Итак, я продолжаю запись. В общем, мы нашли двух людей. И вот один из них это про Хомка Legend и второй это Supreme Bro. Поздравуйтесь. Всем привет. В общем, давайте для вступления задам, типа, сколько вы играете в Minecraft сам? Около 7 лет. 2 года. 2 года, хорошо. Типа, в каком классе вы оба учитесь? Я в 6. Вот, один в 6 учится, а другой в 7. В общем, такие вот. Объясняю правила. В общем, у вас будет 10 секунд, чтобы ответить на вопрос. Если вы не знаете ответа, то есть и не ты не знаешь ответа, и не ты, я вам скажу, когда можно будет использовать интернет. Всего у вас на ответ будет 10 секунд, чтобы правильно ответить. И кто быстрее и правильно ответит, то того мы выпускаем из кабинки, и он выбирает один рандомный сундук из 20. В принципе, надеюсь, вы правила поняли. Если у вас есть вопросы, задавайте. Понятно. Давайте такой легонький вопросик. В принципе, я думаю, мы должны знать ответ на него. Что нужно делать во время землетрясения в городе? Нужно идти в подвал. Ну, подвалы какие-то. Чем не... Нефть, кем не будет. Так, ну, бро, в принципе, ответил правильно, поэтому давай выходим. Нужно найти какой-нибудь подвал подальше от зданий всяких, и... Таким образом... Нет, всё верно сказал. Типа, в подвал нужно спрятаться. Тогда, типа... А укрытие оно не подойдет, потому что его можно завалить зданием, поэтому вот так вот. А подвал это, ну, типа, как-то там побезопаснее будет. В укрытие можно завалить. Ну, короче, всё, надеюсь, вы поняли. Давай, выбирай любой сундук из двадцати. Говори его цифру, мы сломаем его. Двенадцатый? Дайте топор, топор кто-нибудь, дайте топор. Сейчас, двенадцатый сундук. Ну, смотри, подходи, отойдите все. Всё, это твоё. Молодец, всё, иди обратно в кабинку. Всё, давайте. Теперь вопросы по части Майнкрафта. За сколько блоков можно бить, не включая комбо? То есть вы без комбо. Сколько блоков можно бить человека? Нет, четыре. Четыре. Нет, оба неправильно ответили. Пять? Нет. Два? Два. Да, правильно, прохомка ответил первый. Первее. Давай, выходи. Выбирай любой сундук. Давай. Давай первый. Первый? Вот, что в первом было. Но, таких сундуков всего три из двадцати. То есть, давай, всё, иди обратно в кабинку. То есть, ещё два сундука, такие, плохой лут там, но в остальных реально нормальный лут. Всё, давайте. Задаю второй вопрос по части Майнкрафта. Что нужно нажимать во время PvP для увеличения шанса крита? Шифт. А, пробел, пробел. Пробел. Нет. Шифт? Да, шифт, правильно. Выходи. Выбирай любой сундук из двадцати. Ну, уже из восемнадцати. Давай... Восемнадцать. Восемнадцать? Всё. Поздравляю, элитры. Неплохо. Неплохо, да. Так, давайте. Третий вопрос теперь. Сколько стоила восполняющая руна в начале вайпа? Эээ, три стакана? Нет, именно в рублях. А, стоили сто семьдесят. Семьдесят. Меньше. Сто пятьдесят? Нет. Восемнадцать рублей? Да, восемьдесят. Молодец. Давай, выходи. Выбирай сундук. Давай. Шестой. Шестой. Ой. Опять не повезло. Ладно. Давай, нормально. На самом деле вопросов мало. Может сейчас придётся додумывать их. Ладно. Сколько процентов урона блокирует сопротивление третье? Двадцать пять. Три. Нет. Там именно в процентах идёт. Давайте даю ещё попытку. Пятнадцать. Больше. Тридцать три. Нет. Тридцать пять. Больше. Пятьдесят. Не, сорок пять. Ну, чуть-чуть близко, но всё равно побольше там будет. Сорок. Больше ещё. Пятьдесят пять. Близко очень. Шестьдесят. Да, шестьдесят. Парухом-ка, первый ответил. Давай, выходи. Так. Давай. Давай тринадцать. О, повезло. Нормально так-то. Неплохо. Да, всё, давай. Так. И какой? Ещё два вопроса осталось. Разобьётся ли игрок, если упадёт на лодке с сорок девятой высоты? Нет. Нет, нет, нет. Потому что на лодке нельзя. Да. Ладно. Да, бро, первый ответил. Я проверял в одиночке, там на самом деле умирает игрок. Давай одевать. О, повезло, тоже неплохо. Целый сет за четвёрки. Давай, заходим. Давайте, последний вопрос. Давай. Чем можно приручить попугая? Эээ, семенами. Семенами. Арбузами. А, арбузами. Да, семенами, именно. Давай, бро. Ладно. Шестнадцать. Шестнадцать. Топорик, не повезло. Третий сундук неудачность. Остальные сундуки с хорошим лутами, я так говорю. Давайте, сколько осталось сундуков? Посчитайте пока, что мы тиммейты. Сколько сундуков осталось? И сейчас мы пойдём дополнять вопросы. Составлять по теме Майнкрафта, опять-таки. Тринадцать сундуков. Ну, нормально, я так думаю. Ещё вопросиков всем надо составить. Ага. Ладно, всё. Сейчас, когда составим, в общем, продолжу запись. Так, я составил вопросы. Продолжаем. Давайте. Какой там по счёту, восьмой вроде вопрос? Я не знаю, какой. В общем, какую комбинацию клавиш нужно назвать, чтобы включить хитбоксы? Ф3 плюс Б. Да, бропер Ви ответил. Давай, выбирай. Восьмой. Хо-хо. Поздравляю. Роберта, дай ему. Ты вроде что-то золотал. Ну, ты прям комбо словил. Давайте. Так. Заходи. Давайте. Сейчас вопрос чуть посложнее будет. Сколько хп останется у игрока, если он упадёт на сено с 101 высоты? Пол... Эээ... Ноль. Половина, 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 половина. Про Хомка первый ответил. Молодец. Там останется 0,5 хп. Правда, я это не проверил, но ладно. Давай, выбирай. Давай. Я не знаю. Давай третий. Третий. Опа-на. Так. Отдавайте всё, что вы золотали. Отойдите вообще и стойте на варпе. У чего вы сюда пришли? Вы должны охранять от всяких... Залетаний челиков. Всё. Давайте. Теперь ещё один вопрос. Что будет, если в синюю ударит молния? А, если я жаль, брод. Всё, брод видел правильно. Выбирай сундук. Пятнадцатый. Поздравляю. Тоже не умерло. На самом деле сейчас остались самые такие сундуки, в которых такие топовые вещи лежат. Если что, если что, в двух из этих сундуках, сундуков, или как это говорится, в общем, лежат две руны. Топовые. Восполняющая и пожирающая. Так что, смотря какой сундук они выберут, кто им выпадет. Давайте. А сейчас я задаю вопрос. Да. Что выпадет с ведьмы, если в момент, когда она пьёт зелье, её убить? Э, исцеление. Пузырёк, пузырёк. Оба неправильно ответили. Сахар. Порох. М-м. Давайте я даю ещё попытку. Моментальный ухо. Это зелье. Это зелье. М-м. Давайте ещё, ещё. Даю вам ещё попытки. Ничего. Правильно. Правильно ответил, поздравляю. Давай, выбирай. Четвёртый сундук. Вроде бы, что-то там неплохое выпало. Так, давайте. Предпоследний вопрос задаю. Что будет с лодкой, если её поставить на лаву? Она же грозит. Так. Ну, вроде бы, бро ответил, да? Впервые. Я не знаю, есть ли у вас пинг, но... В принципе... По идее, у вас пинга не должно быть. Двадцать. Двадцать пинга? А. Ого. Нихрена себе, это я выпало, да. Так, пропишите слэш пинг. Какой у вас пинг? Есть ли у вас вообще, ну, типа, задержка? Пятьдесят шесть. Так, ну, плюс-минус пинг одинаковый у вас, поэтому... В принципе, всё верно. Давайте, последний вопрос. Какая постройка может заспавниться на болоте? Домик виден. Да, правильно ответил. Давай, выбирай. Девять. Девять. Поздравляю, восполняющая руна выпала. Повезло. Так, осталась ещё пожирающая руна. Так, ну и что? Чтобы всё было максимально честно, давайте, в принципе, ещё каждому дам по одному выбору, то есть один сундук дам выбрать. Давайте, выходите, выбирайте один любой сундук. У вас будет только один шанс. Давайте. Давай, давай я выберу... Я выберу... Я выберу... Я выберу... Четырнадцатый. Четырнадцатый, да? Всё, встань на него прямо. А, бро, что выбираешь, квестный сундук? Два. Два. Так, тотем. И... Вроде бы шла топовая тоже выпала. Так, ну это, в принципе, конец видео. С вами был Миша Баггер, Прохомка, Бро, Клейтон, Роберт Первый, Кайрус, TheRealTrip. И, в принципе, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Если вы хотите больше таких видео, то пишите комментарии опять и лайки ставьте. В общем, всем удачи, всем пока. Блин, здесь столько всего было, на самом деле. Здесь целый кит феникса был, 15 самогонов смогло выпасть. Целый сет за четыре на починку с обликом и уборотней. Десять алхеймок вторых, черепак вторых, чарка, стрела динамита. Ну, по сути, вы, в принципе, забрали ту самую номеру. Я забрал свою руну. А, у меня была ещё одна руна. Всё, Клейтон, забери ее. Руна была вот в этом, я вам подсказку дала, выдержи. Так, Мико, иди сюда, взрю.